В эфире очередной блефинг Министерства обороны Гопстопской Федерации. Как уже ранее заявлялось, все идет по плану. На 533 день спецоперация России на Украине плавно переросла в спецоперацию Украины на России. Вчера в Московской области Сергей поссал в центре города Сергеев Посад. На Загорском оптико-механическом заводе произошел неожиданный, но запланированный чуть больше, чем хлопок. Если быть точным, то бабах. Скорее даже бдыдыщ. По предварительной информации, причиной детонации стал гигантский серо-белый гриб неизвестного происхождения, который было видно со всех уголков города. Местные грибники уже прозвали этот гриб подзаводовик. По словам тех же грибников, в этом году в Московской области грибной сезон начался, как и планировалось, только на месяц раньше. По заявлениям местных властей, детонация произошла на складе с пиротехникой. Ситуация плюс-минус контролируемая. Из минусов – минус целый завод, который больше не целый. Из плюсов – такого фейерверка серегины-посадовцы не видели даже на день города. Как и прежде, причин для паники нет. Она нет, как говорится, и судна нет. На прошлой неделе в Бухте Новороссийска наш большой десантный корабль «Оленеводский говнюк» «Оленегорский горняк» был атакован. Что? Атакован нельзя говорить? А как? Понял. Был познакомлен с надводным дроном неизвестного украинского производства. В результате мимолетного знакомства противник потерял один дрон, в то время как мы отрицательно приобрели один корабль. Сразу хочу отметить, что корабль не затонул, а просто приуныл на левый бок. В данный момент наш непотопляемый бокоплав отбуксирован в док, где его быстро восстановят и буквально через 5-6 лет вернут на боевое дежурство, если к тому времени будет еще где дежурить. Кроме этого, привязательно такое же знакомство с надводным дроном противника произошло и у нашего танкера СИГ, который мирно стоял на якоре в Керченском проливе и никому не мешал. В результате инцидента наше судно получило незначительные повреждения и теперь продолжит никому не мешать на одном из судоремонтных заводов. Кроме этого, на Херсонском направлении, с целью нарушения нашей логистики, противник продолжает безуспешную демонстанизацию в районе населенных пунктов Чонгар и Геническ. Так недавно, при попытке атаковать натовскими ракетами Чонгарский мост, противник промахнулся и случайно попал в Генический. В то же время, другая ракета, которая летела в Генический мост, тут же была подавлена нашими средствами РЭП и случайно попала в Чонгарский. Это еще раз подтверждает уязвимость и высокая неточность современных натовских ракет. В результате данной безуспешной атаки ни один из мостов не пострадал, потому что мосты страдать не умеют, так как у них нет чувств. В связи с этим, в рамках удара возмездия силами наших воздушно-космических мультипликаторов был нанесен ответный удар дальнобойной матрешкой по постаменту Родина-Мать, которая расположена в центре Киева. В результате точного попадания по счету с него был сбит украинский герб, который обошелся киевлянам в 22 миллиона гривен, в то время как наш мультик обошелся нам всего лишь в каких-то 20 тысяч рублей. Но на этом наши мультипликаторы останавливаться не собираются и уже вскоре планируют нарисовать, как мы берем Киев за три дня. Напряженная обстановка также наблюдается и в соседней Беларуси. Страны НАТО продолжают свои подлые провокации на польско-белорусской границе. Так недавно поляки обманным путем заманили на свою территорию два белорусских вертолета и сфотографировали их с целью заполучить секретные данные уникального белорусского вертолетостроения. Вовремя распознав провокацию, опытные пилоты сразу учуяли, что пахнет жареным, быстро перестали жарить в кабине картошку и вернулись в место постоянной дислокации. И в завершении, некоторые украинские СМИ запустили ИПСО, что якобы скрытая мобилизация в России набирает новых обормотов. Простите, новых оборотов. Не верьте, это фейк. В России нет необходимости пополнять запас живой силы. Для начала нужно хотя бы рассчитаться с родственниками за ту силу, которая уже не живая. А там дальше посмотрим. На этом у меня все. И знаете, победа будет за нами. Задонатьте своим ЗСУ. Ой, зарубите себе на носу. Субтитры сделал DimaTorzok